Еще раз здравствуйте. Хочу сказать, у мамы ревматоидный артрит. Это такое заболевание, которое единожды приобретенное. Это занесли инфекцию при операции. То есть это стафлококковая инфекция такая. И у нее не сгинались руки, были вообще жуткие боли. Это боли в костях. Это непередаваемое ощущение. И ей прописали дорогое лечение. То есть это лекарство 1200 утон стоит. Нужно колоть раз в неделю. И это по жизни она ушла колоть. Ее и в больницу клали. То есть она отказывалась пить то, что я ей говорила. На себе-то я уже попробовала. Я понимаю, что все действует, все очень хорошо. У меня у самой мигренной боли прошли. Я даже забыла про них. Кстати, от чего прошли боли мигренной? От гелия от наших. Просто пила гелия. Я даже на мигренных боли вообще не зациклилась. Не думала, что он там поможет. Но организм умный. Он сам излечивает от того, что ты даже не думаешь, что хочешь от этого избавиться. Я просто пила гелия, потому что слышала отзывы хороших врачей. В Ютубе смотрела. Галину Гордомысову смотрела. Посмотрите, очень интересно она там рассказывает про свойства гелий. И я пила-пила, и даже я забыла вообще. И здесь Лена Плеханова сказала, что у нее боли прошли, менгрены. И я вспомнила, я с 20 лет мучилась, мучилась этими болями. То есть больше 20 лет я мучилась этим. Когда погода менялась, это для меня был кошмар какой-то. А сейчас я вообще этого не ощущаю. Меняется, не меняется. Но это ладно, это лирическое отступление. И мама отказывала, значит, пить. Вот мне же врач прописал. Это же бабушке и дедушке нашей. Это же вообще ей, у меня 75 лет, маме. И переубедить. Ты вот мне сказала, что один укол сколько у тебя? Как это речь? 1200. 1200, один укол. Это то, что врачи прописали? А, врачи прописали. Это помимо таблеток, которые еще там плюсом. И как часто нужно эти уколы было делать? Ну, я уже сказала, раз в неделю до конца жизни. До конца жизни. До конца жизни. И мы кололи. Потом она и в больнице лежала. То есть, ну, эффекта-то я не видела, чтобы у нее... Во-первых, мы еще кололи обезболивающие, потому что это жуткие боли. Она мне не спала. Она мне стонала ночью. Если я там, допустим, выходила там ночью, там куда-то, да, там попить или еще что-то, я слышала, как она стонет. Вот. Ну, мне же тоже это неприятно. Любимый человек, да, родной, он лежит из Тони. Вот. И я все-таки как-то в какой-то раз разозлилась, сказала, мама, я тебя больше слушать не желаю. Купила ей, знаете, у нас есть этот набор, где гелия, майтмастер. Набор антиэйч, наверное, да? Антиэйч, да. Вот, майтмастер. Вот я это ей купила, как раз, который с придомом, то, что вот для составов. И она у меня начала пить. Ну, конечно же, помимо этого, она у меня начала пить пробаланс еще, вот, и омегу-3. И начала она у меня пить это где-то в октябре. В январе она у меня приехала сама в офис и сделала мне заказ. Можете себе представить, она у меня еле ходила по квартире. Туалет ходила на двух палочках или по стеночке. То есть на улицу, чтобы выйти, это вообще не могло быть речи. У нас нету лифта, у нас четвертый этаж. Теперь она у меня два раза гуляет в день. И здесь у нас сейчас вышли капсулы, которые Фридом. И она начала пить. Она вот сейчас полторы недели у меня. И она мне сегодня, сегодня она мне сказала, Света, я прям чувствую, говорит, как мне хорошо с ней. То есть плюсом к тому, что она уже пила, вот эти капсулы, она прям говорит, я ощущаю. То есть вот, это понятно, это не сразу, полторы недели прошло. И она вот говорит, я прям чувствую. А лекарственные препараты вы отменили или продолжаете параллельно? Значит, мы их не совсем отменили, но я просто сейчас, допустим, то месяца два не делаю на уколы, то три месяца. Но совсем отменить, если бы я была бы вот я, я бы их отменила, потому что смысла нет сажать печенку. Но, как я ей объяснила, да старый человек, мне же врач прописал. То есть какие-то таблетки она хотя бы сейчас не пьет уже. Там винарус она перестала пить. Она говорит, смысла нет, вот я говорю, ты пью, а от этих-то мне легче. Я пытаюсь до нее достучаться, что таблетки это просто химия. А здесь поступают микроэлементы, которые действительно не хватают нашему организму, и они помогают. То есть таблетки что вот мне очень нравится? Вот у меня аллергия. Все, носите эти таблетки с собой. То есть не надо лечиться, надо все время носить с собой таблетки. Как хорошо, да, аптеки? Ты идешь и покупаешь, тратишь деньги. А здоровые люди никому не нужны, кроме нас самих.